Здравствуйте! Меня зовут Филиппов Алёшов. Меня Филиппов Илья. Мы ученики 8 класса Идеайской средней школы. Тема нашего доклада – хранители и продолжатели песенного фольклора Приленских семьяков «Самобытный фольклорно-народный коллектив Вечерка». Целью нашей работы является создание электронного сборника «Самобытный старорусский фольклорно-народный коллектив Вечерка». Для установления регулярной связи с Центром России в 1743 году был официально открыт Иркутский-Якутский тракт. Линия тракта была проложена по левому берегу реки Лены от Витима до Якутска, совершенно незаселенным местом. В этом же году чиновник Якутской канцелярии Захар Баишев между Витимом и Якутском основал 28 ямчистских станций. В наших краях хорошо сохранился фольклор наших приленских ямчуков. «Самобытный фольклорно-народный коллектив Вечерка» не только сохраняет и возрождает, но и передает из поколения в поколение уникальную культуру наших предков ямчуков. Чтобы забрать историю, репертуар, видео и аудиофайлы народного коллектива Вечерка, в одном источнике мы создали мультимедийное приложение на программе «Автоплей Медиа Студия». «Автоплей Медиа Студия» — это программа, которая создает оболочку автозапуска диска. Мы разбили созданные материалы на шесть пунктов, которые имеют по одному-два подпункта. Наш конечный продукт был предоставлен для жителей населения в сельском модельной библиотеке музея «Истоки». Видеообзор предложения распространен в различные группы через Ватсап. Также опубликован в Инстаграм, в страницах школы и библиотеки музея. На сегодняшний день электронный сборник выпущен на пяти дисках и распространен через флеш-носитель. В ходе кропотливой работы мы создали приложение, которое имеет 210 окон, 38 видеоматериалов, 86 фотографий, 39 статей, отсканированных из газет, 68 слайдов презентации PowerPoint, 4 следовательские работы. На фотографиях вы видите процесс создания нашего приложения. После достижения нашей цели мы провели небольшой опрос и выявили, что наша работа понравилась абсолютно всем. 85% считают, что сборник просто использований. Также все считают, что информация доступна и интересна в цифровом виде. 100% ответили, что хотят пополнить библиотеку аналогичными сборниками и ждут выхода новых сборников в родном крае. Таким образом, мы пришли к выводу, что электронный сборник предназначен для изучения и распространения исторического и культурного наследия государевых ямчаков Средней Лены. Культимедийность данного сборника повышает интерес к изучению и деятельности по возрождению и сохранению фольклора параленских ямчаков. Спасибо за внимание.